пришло время исправить то что эти совершил с нашим миром тьма приближается но не бойтесь энхасад очень сильно она защитит нас здравствуйте с вами розе это был мой последний замер потому что не вижу смысла сами можете видеть 30 уровень легко стоит ну как легко затратой банок разница в левеле очень большая тут 64 уровни мобов из-за того что у нее только зеленые скиллы и нет синих если был бы снежный шторм это уже меняло совсем дело просто boost по коллекциям он всегда будет решать если вы выбираете купить какую-то вещь или закинуть коллекции это защиту весь урон там ближний урон с отряким вы играете точность там урон стихиями это тоже плюсуется то всегда закидывайте в коллекцию закрываете колы ну по возможности я не говорю что нужно там весь урон плюс один добавить будет стоить 3000 алмазов конечно нет всегда мониторте коллекции потому что коллекция это основной boost персонажа который очень влияет на все на ваших альтов на вашу игру в целом задайте себе вопрос ради чего вы играете если вы играете там догнать какого-то донера стать топ pvp то вам естественно нужно донатить но если вы хотите по pvp шиться с разными твинами просто ну для начала чтобы что такое lineage 2 mobile это социальная игра ну если вы будете в соло играть в этом докачайте до 60 уровня и забьете если вы будете в клане вот почему я держался за топ сайт потому что ту информацию которую они давали по игре вы не узнаете ни у одного стримера вам не расскажет об этой игре больше чем топ сайт это закрытие кол это какие вещи все просто вы все узнаете у них там прям есть разделы где они скидывают разные формулы там и когда идет вот этот живой разговор она намного ты быстрее понимаешь игру и вникаешь нее а если я буду вам рассказывать я вам там хочу донести одну информацию то что boost по коллекциям больше решает чем вещи на персонажа то персонаж 32 уровня стоит на локации где 64 уровни и луа 3 тут не слабые мобы и на персонажа с только посох десперион и агатион магнус прошлом видео было на персонажа 52 уровня получается из-за того что большой разрыв между уровнями моба и персонажа то мне нужно 150 точности чтоб тут себя комфортно чувствовать ну примерно где-то попадает каждые два и третий мажет просто линейдж 2 мобайл она офигенно тем что тут всегда будет жить рынок за счет того что есть алхимия вот я создал альта еще одного на это аккаунт раза тот же для того чтобы ходить в данжи групповые мне нужен 50 уровень естественно не получать плюшки с этого данжа я потратил 400 алмазов на этом печать наследника приобрел но если бы это мне не нужно было бы я это видео не вышло я просто забил бы на ваши комментарии то что вы там пишите как мне быть что мне делать я ребята бездонатные игроки должны иметь хотя бы по 4 мульта это персонажи которые будут 24 на 7 фармить вам синьку и вы будете крутить на них алхимку или передавать через аукцион на основу эту синьку и будете на основе крутить то что по ему никак очень много размышлял над тем что коллекции вот коллекции примеру стоит ли мультов оставлять на вот 130 алмазов да видим эта книжка дорогая групповое лечение потому что не видел чтоб эта книжка доставалась с алхимии и она выбивается только самуэль с цептор ядра и пятый этаж крумы а там мало кто стоит и вот из-за этого она дорогая целеобразная оставлять вина вот но это можно рассуждать миллионы раз я не хочу ходить вокруг да около потому что много людей разжевали и уже не знаю я лучше их не расскажу я не хочу что-то выдумывать просто как бы играю в удовольствие пока мне нравится лучше или просто lineage 2 мобайл на данный момент ммо онлайн игр я не вижу она интересна тем что тут есть просто банально общение без общения тут ты далеко не уедешь ладно ребят это мое последнее видео по ошибкам новичков возможно если еще что-то такое интересное найду записать я запишу конечно но вы сами уже увидели поняли что насколько важен буст персонажа ладно с вами был раз всем до новых встреч еще увидимся